Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World. С вами я, Юрий Гемельфард. Сегодня четверг, 27 апреля 2023 года, 428-й день войны путинской России против Украины. Время 7 часов 4 минуты по Киеву и Иерусалиму, и мы начинаем наш традиционный ежедневный обзор новостей. Мой друг и соведущий этой рубрики, сержант Сбройных сил Украины Руслан Рогованов, час назад был в служебную командировку, мы понимаем, дела военные, поэтому давайте пожелаем ему скорейшего возвращения, живым, здоровым, невредимым, ну и, конечно же, с победой. Ну а сейчас мы приступаем к обзору. Пресс-центр при Министерстве обороны Украины опубликовал крайне любопытную статистику. В настоящее время на стороне России против Украины воюет около 369 тысяч человек личного состава. Это данные украинской разведки. Но вот здесь мы можем с вами произвести один интереснейший подсчет. Вот данные на вчерашний день по потерям. Россияне потеряли за 428 дней войны 188 тысяч 410 человек. Но я несколько раз подчеркивал, вот каждый раз, когда я говорю о потерях, то мы обязаны подчеркнуть, что эту цифру надо умножать на 2, потому что данная величина это только подтвержденные потери, за которые генштаб ВСУ может отчитаться. То есть на самом деле реальные российские потери двухсотыми составляют 350 приблизительно тысяч человек. Ну потому что, ребят, мы много раз говорили, но попадает Хаймарс в группу военнослужащих, там часть тела просто разлетается, идентифицировать их никто не будет. Поэтому реальные потери на сегодняшний день России составляют приблизительно 350 тысяч человек. Прибавьте к этой величине примерно, подчеркиваю, это приблизительная величина, приблизительно 50 тысяч человек, которые стали инвалидами первой группы. То есть без руки, без ноги, без глаза, без генитальной и так далее и тому подобное. Мы понимаем это. Порядка 50 тысяч. То есть минус 400 тысяч. А вот теперь прибавьте к этой величине те 370 тысяч, которые воюют сейчас, в данный момент. Личный состав. И мы получим интересную цифру. Что где-то на фронтах сейчас 707, где-то через эту войну со стороны России уже прошло порядка 770-800 тысяч человек. Вы отдаете себе отчет, что это за цифры? А дальше будет только хуже. И россияне в ближайшее время получат крайне неприятные сюрпризы. В частности, 4-звездочный генерал США Каволи, он дал интересное интервью и сообщил, что ЗСУ получат все вооружения, которые необходимы для готовящегося контрнаступления и получат их вовремя. На сегодняшний день, по словам Каволи, Украина получила более 98% обещанной техники, находится в хорошей позиции для контрнаступления. И Каволи сказал, что согласно моделированию, которое Пентагон очень тщательно провел в координации с Украиной, у бойцы ЗСУ находятся в хорошей позиции. И Каволи добавил, что США работали с ними над возможной неожиданной атакой. Но при этом Каволи также заявил, что сухопутные силы России сегодня больше, чем в начале войны, несмотря на многочисленные потери. Что полностью подтверждает мои слова, то, о чем я только что сказал. Также по итогам переговоров Зеленского и Си Цзиньпиня, как сообщил Никифоров, пресс-секретарь Зеленского, украинские и китайские мирные планы нашли общие точки соприкосновения. И при этом было подчеркнуто, что мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года. Поэтому, по словам Никифорова, этот разговор может ознаменовать начало серьезного достаточно развития украино-китайских отношений. И в России сейчас, напротив, происходят достаточно неприятные вещи. Вот только несколько сведений с высокодуховной стороны. В Мурманской области России разбился истребитель МиГ-31. Он потерпел крушение из-за возгорания и упал в озеро. В районе аэропорта в Санкт-Петербурге, об этом сообщили российские СМИ, около полуночи происходят взрывы. Также, в частности, стало известно, что в поселке Сосьва Свердловской области идет натуральный огненный апокалипсис. Там сожжены 110 жилых домов, 40 других построек, местный бар, магазин и 25 строений на территории исправительной колонии. 660 человек остались без крова. На железнодорожной станции сгорели вагоны с лесоматериалами. Частично пострадала инфраструктура РЖД. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Два человека пропали без вести. Эвакуировано свыше 600 жителей и 250 осужденных. Ну, очаг пожара возник на местной пилораме. Ну, вот вам, как говорится, информация тут комментировать, только портить. Также стало известно, что в столице Кипра, Никосии, загорелось здание Российского центра культуры и науки. По свидетельству очевидцев, в здание бросили коктейль Молотова. Об этом сообщила руководитель центра Алина Радченко. Произошло, по ее словам, два сильных хлопка, горят стена и крыша, люди эвакуированы, на месте работают пожарные. Далее, опять же, это все Россия, дорогие мои. Вот вам еще дивная новость, что в России арестован начальник бронетанковой службы Александр Денисов. Его обвиняют в хищении двигателей для танков Т-90. По версии следствия, в период с ноября 21 по апрель 22 он похитил 7 двигателей. Общая сумма ущерба оценена в 20,5 миллионов рублей. Ну, российская коррупция работает. Возможно, с этим связано, с этими новостями, хотя информации нет никакой. Об этом сообщили вчера в 22 часа по московскому времени. Путин срочно примчался в Кремль. Ну, неудивительно, дела идут достаточно плохо. И в доказательство этого я хочу привести совершенно истерические заявления российских официальных лиц. Вот вам, пожалуйста, это депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он считает, что в России пора вводить понятие враг народа. Позвольте цитату. Пора вводить понятие враг народа. Не только на фронте, но и на гражданке. Всех ждунов, всю эту сволочь. Хочу ли я сталинских репрессий? Пусть будет так. «Мой дед прошел войну, в 46-м его посадили, отсидел 9 лет». Мы понимаем, что на тот момент было необходимо это. Конец цитаты. Уже появился соответствующий анекдот. Скажите, господин Гурулев, это правда, что вы идиот? Да. А скажите что-нибудь по-идиотски. «Мой дед прошел войну, его посадили, он отсидел 9 лет, и я хочу сталинских репрессий». Вау, круто! Ну, ребят, вот с моей точки зрения, тут комментировать, как говорится, только портить. Тут, что называется, выводы делайте сами. Друзья, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Также я хочу поблагодарить всех, кто помогал и помогает спецподразделению ХОРТ. Вы замечательные люди, вы огромные молодцы. Отдельная благодарность у меня, израильтянам, которые, несмотря на сложности с переводами, поддерживают ЗСУ. Отдельное спасибо Саше Кушнарю, автору и ведущему канала Ньюсейдер. Сашка, огромное тебе спасибо. Друзья, обязательно подпишитесь на канал Ньюсейдер, это стоящий канал. Я также хочу принести извинения, что только Руслан может давать неоперативную информацию об изменении счета. Поэтому со вчерашнего дня сумма не изменилась. Я вас очень прошу, друзья мои, сейчас хлопцам срочно нужно починить два автомобиля и, в конце концов, заказать второе антидроновое ружье. Пожалуйста, я очень вас прошу, поддержите спецподразделение ХОРТ. Это необходимо для того, чтобы приблизить победу Украины. И я в заключении хочу выразить огромную благодарность и Руслану, и спецподразделению ХОРТ, всем бойцам ЗСУ, всему украинскому народу за ваше беспримерное мужество, за вашу стоимость. Потому что вы защищаете, не только себя, но вы защищаете всех нас от абсолютного зла. Спасибо, Украина. Дякую. Перемоги Украины. Разум да перемоги. Слава Украине. Подписывайтесь на канал Ньюрошворд, обязательно подпишитесь на телеграм-канал. И до встречи, друзья. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok